Доброе утро, дорогие друзья! Завершается недельная глава Беалладха, рассказывающая в основном, и главное, с чего она начинается, и том, о чем говорит, это зажигание знаменитой миноры. Знаете, я все время рассказываю вам какие-то там назидательные, может быть, вещи, и это должно быть уже надоело. Я сегодня расскажу вам сказку, еврейскую сказку. Просто в этой сказке каждое слово правда. У меня много таких сказок, но я вынужден рассказать, потому что она касается изготовления золотой миноры. Много лет назад, когда я только соприкоснулся с иудаизмом, я открыл комментарий Раши, там было написано, что третий храм спустится с неба, и все, что человеку позволено, это сделать минору. Я позвонил Равину, спрашиваю, Рэба, скажите, пожалуйста, в каком году и кто сделал минору? Он говорит, я не знаю, но вроде никто не сделал. Мы быстро занялись этим вопросом, мы узнали, что существует институт храма, который занимается этим много лет, сеть технологий, 25 лет они изучали технологии. Это очень длинная, интересная история, я вынужден ее сокращать. И вот я поехал в Иерусалим, а они в этот день пошли к знаменитому Хайму Молочнику, каббалисту. И сказали ему, Рэба, 25 лет мы работаем, ничего нету, все пропало. Он говорит, сегодня к вам придет человек до конца дня, и все вопросы будут решены. Вот я приехал в Иерусалим, до конца дня остается час, с огромным историем, мы с сыном ходили там, потом я захожу к ним, уже остается 5 минут до захода. Я говорю, знаете, мне бы хотелось построить минору. Вы видели лица этих людей, которые тоже, казалось, за 5 минут до заката уже все пропало. Дальше была очень серьезная история, они сказали, что, правда, этот каббалист им сказал, что человек, который придет, вы не имеете права давать ему разрешение строительства минора, вы должны его привезти ко мне. Я поехал к Хайму каббалисту, с тех пор началась многолетняя моя дружба с ним, и в результате некоторых событий, скажем так, появилась вот эта золотая минора. И мне посчастливилось помочь построить эту минору, и она теперь стоит в Иерусалиме. Напротив стены плача, наверху там. Было с ней очень много тоже истории, она ее поставили в римском квартале Кордос сначала там в Иерусалиме, потому что власти считают, что минора это римский период. Я тоже пошел к каббалисту в Иерусалиме, но это как-то еврейское государство, такое символ. Он говорит, не волнуйся, она сама найдет себе место. Через некоторое время мне позвонило само по себе руководство города и предложило перенести эту минору прямо возле, вот она сейчас стоит возле стены плача, сейчас ее еще идет ремонт этой площади, передвинули к Хурве, которые есть другие сказки у меня насчет Хурве. Вот, что я вам хочу сказать, я имею непосредственное отношение к этой миноре, так моя жизнь сложилась. Меня к Тории, вот в нашей синагоге всегда вызывают на этот отрывок. И я думаю, что это самое такое, что мне сверху было подарено, это возможность построить эту минору. Могу вам сказать, что написано в Тории, что я изготавливаю следующим образом. Машера Бейну не мог понять, как сделать, он бросил золото в огонь, и она появилась. У меня была примерно та же история. Та же история, я не буду ее сейчас рассказывать, она длинная, но так и было. Деньги были брошены в огонь, и оттуда появилась минора. Поэтому я хочу вам сказать одно, что сказано в этой недельной главе, возжигай минору, возжигай. То есть мы должны, каждый находить какое-то дело в этой жизни, чтобы возжечь и подняться. Каждое дело, которое немножко приподнимет нас над вот этим будничным миром, и даст возможность поучаствовать в делах того, чьи дела вечны. Я очень благодарен, что мне удалось в свое время как-то непостижимым образом прикоснуться к таким замечательным чудесам. И хочу вам сказать, брахава от слаха, замечательного вам шаббата, всего самого лучшего. И мне кажется, что в мире должен уже прийти какой-то перелом на улучшение всех наших дел. Даю вам браху. Брахава от слаха.